Муж, также обязанностью мужа является, когда семья попадает в трудности жизни, он должен восстанавливать силу семьи духовную. То есть женщина в трудной ситуации жизни, она тает психически и теряет себя, и теряет отношения с собой, с детьми, с мужем, со всеми. То есть она теряет силы. А мужчина в трудной ситуации должен сохранять эти силы и поддерживать семью. Это его обязанность. Он должен так делать, потому что бывают трудные ситуации. Кто-то заболел, допустим. Женщина что будет делать? Она будет лечить, но у ней будут теряться силы. Кто-то заболел в семье, женщина будет все делать, как надо. У ней есть схема, как делать. Она опытна. Женщина опытна в ведении дел. Но у ней будут теряться силы. А мужчина должен поддерживать эти силы. Он должен делать так, как будто бы ничего не происходит, что все нормально, у нас все восстанавливает, все хорошо. И тогда в семье баланс наступает. То есть женщина тратит силы на то, чтобы все восстанавливалось. Она, допустим, лечит близких. А мужчина дает ей силу на то, чтобы не потерять силу духа. То есть он дает ей устойчивость жизни. Мужчина должен этим заниматься. Он не должен говорить, все равно не вылечишь, чего ты паришься. Это уже не выполнение своих обязанностей. Она вообще тогда потеряет силу и устроит ему такую веселую жизнь, что ему мало не покажется. Придется отказаться от своих слов. Или, допустим, ребенка некуда отдавать в школу. Трудная ситуация. Непонятно, где он может учиться. Женщина, как бы, она ищет, но у ней теряются силы. А муж должен говорить, найдем, не волнуйся, все нормально. Хотя ищет она. Ну то есть, но когда она уже не знает, где искать, у ней сразу микросхема теряется, и все, она вообще в панике. Тогда он должен это уже делать.